Видите, зачем я приехал? Маша, аккуратно! Вы куда тут поехали? Мы сейчас тут просто бедные. Так, ну что, ребята, находимся в Новосибе и вылетаю в Красную Поляну. В Поляне мы сейчас приедем, я уверен, что там можно в кофточке ходить. Внизу, особенно в Адлере, хотя на самой Поляне уже идет снег. Я сейчас нахожусь в Адлере, в Сочи. Вот они, кольца олимпийские. Сейчас здесь идет ливень. А значит, в горах идет снежище. Так будет начинаться этот выпуск немного в лайв-формате. Это будет видео с открытия горнолыжного сезона в Красной Поляне. Всем приветик! Сейчас буду делать рум-тур своей берлоги в Красной Поляне. И после этого сразу же рванем на горку стол, чтобы покушать. Диванчик, чтобы почилить после катухи. Кстати, много воды. Всегда затариваюсь. Байкал топ. Вот можно посмотреть холодильник холостяка. У нас зачем-то здесь безалкогольное вино. Я не знаю, в каком состоянии был, когда это покупал. Портвейн. Портвейн твить лучше со льдом, друзья. Вот, просто шикарнейший. Обожаю соусы. Их здесь много. А с чем их кушать, в принципе, непонятно. Паштет, сыр и какой-то йогурт. Если вы придете ко мне в гости, не уверен, что я смогу вас накормить. Итак, давайте перейдем к самому интересному. Это спальня. Я немножко прибрался. Обычно она в другом состоянии. Примерно вот в таком. Вот. Она примерно вот в таком состоянии. Что я хочу вам показать. Когда вы ложитесь в кровать, то можно просыпаться вот с таким видом. Как вам такое доброе утро? Причем, если посмотреть направо, вид не хуже. В принципе, вид из этой квартиры это одна из основных причин, почему я сюда заселился. Но это не передать словами. В принципе, вы и так все видите. Кто еще, кстати, хотел сказать? Доски. Вот они, щепки. Чуть-чуть сюда протащу. Итак, я сегодня поеду на каруа. И у меня есть для вас новость. Я взял себе новый Jones Aviator 2.0. Это старая модель. Это новая. В принципе, это одно и то же. То есть, это доски одинаковые. По характеристикам ничего в них не меняли. Но есть один момент. На этой доске я вроде больше двух лет уже катаю. И жесткость она потеряла. То есть, она... Ну, все доски абсолютно размягчаются, если вы не знали. Поэтому я купил себе новую доску. Точно такую же. С точно такой же ростовкой. Чтобы катать на соревнованиях. Чтобы катать по слежавшемуся снегу. И скоро я ее буду тестить. Вот. Поэтому, ребята, если хотите обновить свою снарягу, используйте мой промокод магазин Кант на скидку. Оставлю его в описании. Покупайте себе все. Шлема, балаклавы, перчатки, сноуборды, крепления. Пока мы тут с вами делаем обзор, ребята уже двигают на склон. Мне кажется, от них нужно не отставать. Поэтому двигаем на горку. Так, ну что, ребятулечки, я приехал на Роза Хутор. И здесь у нас 9 утра. И никого на стреле. Сегодня нас ждет шикарный день. Я не сомневаюсь. Ну, а я иду на подсадку. Буду ждать там, как хатика сидеть. Когда же откроют верха. И вот уже южные склоны открыли. Ребята ворвались быстрее меня на 15 минут. Сейчас проверим, сколько же там следов. Походу, дело много. Итак, Роза Хутор. Уже все изрешетили. По пути можно встретить острые торчащие камни. Не дай бог, вы туда наедете в паспортную погоду. Я знаю, эти камешки прыгал не раз. И здесь, посмотрите, какой уклончик. Какая скорость. Мы даже не увеличивали скорость на этом видео. Какая разница, да, дикая по сравнению с Шерегешем. Мне приходится много работать коленями, оттормаживаться, чтобы меня не выкинуло ногами вперед. Варкет! Осталось, еще чуть-чуть! Скорее, мы здесь! Туда никто не ездит? Потому что мы здесь ездим. Ручей! Ручей! А, нет! Вы видели количество следов там уже, а здесь никого. Так вот, все люди, которые стояли сейчас там на северах, они, соответственно, приедут скоро сюда. Здесь образуются очереди. Поэтому на югах три спуска и отсюда надо сваливать. Вот, ребята, смотрите, просто один спуск только я сделал по югам. И здесь уже все изрешетили. Но на самом деле вон там видно, что мало следов по этим лесам. На верхушке тоже. Мы катались, получается, пару дней назад. Даже попрыгали с сальтушки с Игоряном. У Игоря нас сальтушка не получилось. Мы пошли тренить на батутах в этот же день. Потому что надо в начале сезона вспоминать, как закручиваться, как толкаться и так далее. Была плюсовая погода. После плюсовой погоды пришли минуса. Выпал снег. И весь свежий снег, получается, лег на лед. И сходили прям такие доски. В принципе, день был прекрасный. То есть мы здесь под Вероникой катались. Обкатывали юга. Было просто шикарно. Даже в ручьи заехали. Снег пушистенький такой, слежавшийся, плотненький. Но ждал нас небольшой сюрприз. В финал очки дня мы поехали на севера. И там уже на сильном уклоне. Маша, аккуратно! Маша не смогла, короче, удержаться на канте. Не смогла вырезаться. И ее потащила вниз. Потому что там весь свежий снег сошел. По льду мы еле как вбок отрулили. А Машу потащила прям вниз. Соответственно, смотрите. Ее тащат. И у нее ноги мягкие. И каждый раз ее подбивает. Ей нужно, наоборот, было доску чуть пониже по диагонали направить. И чтобы в кантик упереться. И выехать вбок. У нее это не получилось. Ее прям вниз начало тащить. Слава богу, что она там в кусты где-то там прыгнула, запуталась. Да, и остановилась. Потому что если ее дальше продолжила бы тащить, там был бы финиш. Я спустился вниз. Посмотрел, что там много пухлого снега. Вот из этой воронки выходит. Ноги нормально, на месте. Смотри, вот здесь мягкий снег. Вот здесь мягкий. Вот видишь, он весь сюда сошел. Медленно на жопке и в него втыкайся. И как бы мы приняли решение, чтобы она туда, в принципе, на попке спустилась в этот пухлый снег. Так и получилось. Она спускается. Все нормально. Дальше уехали. Вообще день был шикарный. И еще вспоминаю, что уже, кстати, второй год подряд плюсовая погода в январе на отметке 1500. Это, конечно же, плохо. Потому что, например, когда у нас внизу минусовая погода. Смотрим по прогнозу. Внизу минусовая погода. Верха закрыты из-за снегопада. Внизу можно при этом кататься. Шикарное катание. Мне нравится зона Роза Хутор под Дриадой. То есть просто один подъемник мы катаем по всей зоне. Там много различных маршрутов. И посмотрите, это наше катание прошлогоднее, когда внизу минуса были. Друзья, если вы хотите первыми видеть эти чудесные кадры, подписывайтесь обязательно на мой Нельзяграм и Телеграм-канал. Там еще больше проездов, обучающих видосов и развлекалов. Всех ждут. Мы катались, сделали трюки. И это все просто в нижней части горы. В прошлом году, в этом году, в январе, плюсовая погода внизу. То есть идет дождь. Наверху снег. В принципе, посмотрите, здесь все шикарно по катанию. А внизу, к сожалению, идет дождь. То есть нижнюю часть горы мы не можем нормально покатать. Вот такая вот печальная история. Но я надеюсь, что минуса придут к концу января. И мы прям хорошо февраль-март обкатаем. Шикарные виды. Такие облачка. Гор, к сожалению, не видно. Ну ничего. Ву-ху. 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 Вот этот лесочек я обожаю. Здесь есть один нюанс. Видите? Трасса. Если вы на ходах, если вы на ходах сюда стрельните, вам крышка. Да? Поэтому... Видите, зачем я приехал? За вот этими полянками. Тут их довольно много. Ву-ху. Запрыгнул вот сюда. Ву-ху. Ву-ху. Шикарно. И выезжаем. Сюда мы уже не лезем. Два раза спустился. И уже началась очередь. Очередь собирается. Все. Больше... Больше на юга нет смысла лезть. Дорогие друзья, сегодня 6 января. 2024 года, получается, уже. Мы открываем этот сезон в Красной Поляне. Паудер день. Смотрите, какие джентльмены сегодня со мной. Роберто, блядь, и Даня. А где мы стоим? Вам лучше не знать, где мы стоим. Потому что сегодняшний день будет незабываемым. А закончим мы его в ржаном ручье. Летс гоу. Поехали, поехали. Опа, доски пошли. Что матероса, блин? У-ху. Поедем. У-ху-ху. Еее. Смотрите. Вот я... Видите? Я нахожу мягкие участки снега, в которых я могу оттормозиться. То есть, оп, отжимая ноги разгрузкой. Чик. Из-за этого я торможу на скорости, на мягком снегу. Какой вот лайфхак. Кстати, вот это место, блин, я забываю про него. Хорошо, что оттормозился. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то находимся на обрыве. Вот там уже лед, все сошло. Уезжаем сейчас в другой кулуар. Очень интересное катание. Потому что уже завтра будет потепление. весь снег прокиснет. Сегодня долбим до последнего. Кстати, катаюсь в своей масочке. Просто шикарнейшая вентиляция. Отличный обзор. Вот сегодня солнечная погода. Все видно прекрасно. Рельефчик читается. Угол обзора шикарный. Поэтому по ссылочке в описании, если вам нужна маска, приобретайте себе. Есть черные, есть белые. Много различных линз. У нас эти линзы, у нас линзы на магнитах, если что. Хоп-хоп. Взяли, поменяли и поехали дальше. Ёптвою налево. А где дядя? А где Робертус? Вы что тут? Вы как тут? Вы куда тут? Вы куда тут поехали? На самом деле, ребят, спуск Довольно сложный, интенсивный. Мы прям минимальное количество раз останавливались. Вот. Прям очень активно идет работа коленями. В начале сезона мы аж подвыдыхаемся. Надо войти в этот режим. И маршруты мы прям голодные. Прям видно. Выбираем не самые легкие. Опять-таки, потому что завтра погодка будет похуже. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Итак, мы решили заглянуть в один из наших любимых кулуаров на Роза Хутор. Он довольно узкий. И из-за лавины обстановки, кондиции снега сегодня не такой уж он и безопасный. Даня уже проехал первым следом. Пустил мне большую славу. Я тоже еду и, соответственно, спускаю снежок. Стоим, ждем. Решаю проехать первым. Прям немножечко, чуть-чуть половиночки, чтобы адреналина получить. Здесь еду по стенке. И именно на этом моменте я решил притормозить и посмотрел назад. То есть смотрю назад, насколько сильный слав идет, можно ли продолжать движение и так далее. Далее решаю, что можно продолжать движение. Слав небольшой. Что происходит дальше? Прогрузил стенку. И здесь, естественно, нельзя было ставить доску поперек, как я делаю сейчас. То есть я уже увидел, что доска пошла после того, как я начал делать поворот. В принципе, доску поперек ставить, когда идет какой-то слав, нежелательно. Вас сразу же столкнет. Вот, соответственно, здесь лучше направлять доску вниз по кулуару и потом уходить на стенку, либо проезжать его вниз. Смотрите, что происходит дальше. Я подцепляю за стенку ближнюю. Но почему так произошло? Потому что в момент, когда меня подцепила лавина, я начинаю делать упор в заднюю ногу. И, соответственно, у меня доска в районе хвоста прогружается и цепляется за снег. То есть я ее выпрямляю, чтобы она была направлена вниз по склону и за счет этого смог заехать на боковую стенку. В идеале, конечно, надо было прогрузить склон, подождать, когда все сойдет и уже потом ехать, естественно. Дожидаюсь, пока все сошло и уже здесь спокойно начинаю движение. Также перестраховываюсь, залезаю на боковую стеночку. Затем вылетаю из кулуара и останавливаюсь уже в зоне, где сошла лавина. В принципе, здесь относительно безопасно. Жду ребят, пока они доедут до меня. Опа! Ого! Нормально, бутоны! Нормально в этом? Ну что, ребят, если у вас есть единый эскипаж, можно уезжать на Альпику. Но когда трасса закрыта, переезжать нельзя. Поэтому шустрым ходом. Трассы нет, но вы держитесь, как говорится. Уже пробили всю дорогу. Вот мы выехали. Вышли к Альпике. Вот она. Сейчас еще один спуск по Шумихе, а потом в Ржиной. Что, приехали к Шумиху, на Альпику. Так мало следов. Прямо хорошенько. Смотрите, туда следы не уезжают, потому что там ржаной. Ссыкат на всем. И это понятно. Ну что, выезжаем из леса. Тропинка. Как обычно, есть тропиночка. Из леса выбираться было сложно. Уже днем подтопил снежночек. И он сейчас смерз. Мы сейчас двинем в Ржиной ручей. А у меня уже на канале есть видео, где мы творим безумие в этих ручьях, когда Вова Ветер нырнул с головой в этот ручей. Если что, видос смотрите по подсказочке. Или в описании ссылочка будет. Все, забираемся по техничке на Альпике. Чтобы проехать по гребешкам и уехать в ручей. Ну а вы посмотрите на умиротворение гор. Закатик. Всегда под вечер. Тишина такая. Весь народ разъехался. И закатик. На верхушечке. Вот он, закатик. Едет по тихийски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На заднем канте, конечно. Охренеть! Это все сошли лавины. Представляете, вниз. Вообще, в целом, это хорошо, что если попасть сюда, тогда лавина, вот эти основные, вот эта основная дура не сошла, может, конечно, не очень все хорошо закончится. Обычно, конечно, мы на ходах, на люток здесь проезжаем. Здесь много пухляка. Здесь просто с красной поляны пришел вот этот сброс лютый. Просто вырыл траншею, посмотрите. Жесть. Мы кайфуем. Кайфуем вот так вот. У нас голосование, друзья, чьи-то следы. Даня говорит, что медведи. Роберт говорит, что тоже медведи. Я говорю, что Соболя. Это следы Соболя. И по ним я сейчас и проеду. Блин, снежочек-то кайф. Сюда лавина не дошла. Стоп. Мы не первые. Мы не первые. Это был не медведь. Блин, но... Ребята, посмотрите, как мы в прошлом сезоне здесь прыгали. Когда было больше снега. А что там? Можно дропнуть, нет? Там жестко будет. Ну жестко, но полечу. Ну я вон туда заеду, нет? Непонятно, там контур-уклон или как. Было бы помягче. В принципе, тут... Ну да. Блять, Роберто, тут жестко пиздец. Тут камни. Еще какая-то ересь. Ну что там? Горный козлик Роберто покоряет ржаной. Карабкается там. Так. Все нормально. На спокойном. Наша вылазка продолжается. Чуть провалился. Нормально. Добрались до знаменитого водопада. Большого. Просто представьте, обычно мы здесь все проезжаем. Кручение, кручение! Блять. О, я прошел. Мы до сих пор скребемся. Вывод один. Нужно ждать, когда будет здесь больше снега. Да я, говорю, поели вот вкусно сейчас. А, красавчики, ебаный в рот. Мы сейчас тут просто в ветках, блять, каких-то. Все, давай, мне нужно бежать, скоро потемнеет. Давай, давай. Давай, давай. Уже закат, снега нет и мы выбираемся пешком, решили туда пешочком пройтись и уже выйти на трассу, потому что снега совсем нет. Обычно выезжаем там, вылезли на техничку. Мы выехали под канатку. Друзья, напоминаю, что такие вещи ни в концу не надо повторять. Если вы не знаете маршруты, если вы такого не делали. Роберто, Даня. Сколько нам, два часа мы ехали? Полтора часа. Полтора часа. Это месяц, это спешая прогулка. Это очень быстро для этого времени. Для пятого, для шестого января это очень быстро. Да. Ну, по лицу Роберто. На его лице мало удовольствия. Конечно, удовольствие кончилось после 500 метров, которые мы пропотели, а потом... Ребятушки, все, мы живы. Я жив, потому что я в свой любимый фубошный. Супчик. Вот это, креветочки там, кальмарчик жареные. Ну, просто сказка. Это то, чего мне не хватало целый день. Жесткий был спуск. Мне кажется, я буду отдыхать дня три. Я просто изголодался по этому ручью, потому что не катал в нем в прошлом году. И решил дувануть там сегодня. Короче, надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии. Лайки, дизлайки. Неважно. Поддерживайте канал. Стараемся для вас. Делаем контент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok